СКЙРАННИНГ Еркебылан Кинесов перед тяжелым восхождением решил устроить небольшую разминку для других участников. 22-летний парень уже 8 лет занимается греблей на каное и байдарках, а вот в гору бежит впервые. Естественно говоря, мы не готовились. Мы сюда первый раз приехали. Нам просто нравится бег. Ну, бег – это самый лучший спорт, если так посмотреть. Старт дадут. Дай бог, самое главное – бежать до финиша. Но если там получится, прызы походим. Мы сюда приехали, чтобы выиграть. Вот даже у нас здесь написано, где мы и там победа. Чемпионат по скайрайнингу проводится у нас уже второй год. И наряду со спортсменами принять участие в нем собираются простые жители Шамгента. Не устояла и я. Для того, чтобы поход в горы удался и прошел он хорошо, нам нужна хорошая теплая куртка. Одно есть. Нам нужна хорошая обувь, которая не промокнет в дождливую даже погоду. Чтобы наши уши не мерзли и голова так же, нам нужна хорошая шапка. Главное, чтобы она была теплой. Шапка есть. Еще нам понадобится рюкзак со всеми нашими походными принадлежностями. Вкусняхи там, водичка. Так, ничего не забыла? Кажется, еще нужно инструкцию выслушать, да? Где там инструкция? Бежим по трассе, по маршруту, не сбиваемся с маршрута. Бежим осторожнее, по дистанции дежурят МЧС и сотрудники скорой помощи. У кого возникнут проблемы, обращаемся к ним или к людям, стоящим по дистанции. Это наши судьи. Уважаемые участники, всех прошу на линию старта. Старт дан. На открытый чемпионат города по скайранингу зарегистрировались 68 участников самых разных возрастов. Цель – добежать до вершины горы Козыгурт. Дистанция составляет 6 километров. Перепад высоты – 1000 метров. Начали свои старт с кайраннеры активно. Несколько сотен метров преодолели буквально за несколько минут. Не отставали и мы. Не так быстро, как спортсмены, но мы со съемочной группой тоже стремились покорить суровую гору. Знающие люди тут надо мной издеваются. Говорят, нам же тяжело тоже идти. Да, конечно, тяжело. Если ходить каждые выходные в горы, конечно, вообще тяжело. А я хожу раз в год. Мне вообще легко. Вот, посмотрите, я прямо сейчас иду. Прям легче легкого. Через каждый километр на пути к вершине Козыгурта организаторы организовали наблюдательные посты. Они должны были регулировать маршрут участников и следить, чтобы все, кто решился на восхождение, одолели путь максимально безопасно. Чтобы люди не сбились с дистанции, не было никаких нештатных ситуаций за обеспечением их состояния, здоровья. У нас расставлены точки по периметру всего маршрута. На определенной расстоянии мы визуально друг друга видим. У нас есть ситуации. Мы связываемся и координируем количество людей, проходим каждую точку. К примеру, вышло со старта 62 человека. После прохождения каждой точки мы даем через нас, прошло столько-то людей и так далее. До вершины наша съемочная группа, увы, не дошла. Помешала неподготовленность и сильнейший ветер, который буквально сбивал с ног. После того, как все участники скоростного завега в гору благополучно вернулись к подножию горы, для спортсменов были организованы развлекательные игры. Поднять тяжелую гирю большее количество раз, удержать планку на время, все победители были награждены медалями. К слову, планку победитель удержал больше 15 минут. Очень сложные погодные условия, но сегодня дождя не было, только ветер. Он где-то даже помогал участникам. Цель развития массового спорта – приобщение к здоровому образу жизни. Все ребята, они готовятся. И, имея календарь на весь год, соответственно, они готовятся с большими планами. И, конечно, как же без чествования победителей. Обладатели первого, второго и третьего места в разных возрастных категориях наградили медалями и денежными призами. Абсолютным чемпионом соревнований стал участник, покоривший пик Казыгурда первым – Абдуласик Малик. Парень добежал до вершины за рекордные 38 минут. Я давно уже занимаюсь скайрайнингом. Покорил не одну вершину. Казыгурд, конечно, дался мне нелегко. Ветер был очень сильный, буквально сбивал с ног. Но я смог. Моя цель в этом году – стать абсолютным чемпионом Казахстана в этом виде спорта. Достижение Абдуласика Малика – отличный пример для подражания. Так как вершина горы нам в этот раз не покорилась, мы пообещали себе вернуться вновь и дойти до пика священного Казыгурда.